Субтитры подогнал «Симон» 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 человек должен был вот... Совершенно точно. То есть подобие – это задача. Образ – это данность, подобие – это задача. Чтобы вы понимали, что эта задача так и не отменилась с грехопадением Адама, у нас образ Божий по-прежнему есть, искаженный грехопадением, но он есть, а подобие мы по-прежнему должны даже достигать и при этой жизни, как святые, почему они начинали светиться и все такое, они достигали этого богоподобия. Это задача, которую должен достичь. Был и Адам и в раю, и мы тоже должны сейчас достичь после грехопадения. Но у нас сегодня интересная передача именно своей темы. Человек первозданный. Им надо понять, какой Адам был вообще до грехопадения. Может быть, Бог создал человека, чтобы общаться с ним, чтобы была тварь, которая бы понимала Бога, которая бы имела разум, рассудок и по своей воле бы существовала? Может быть, это? Ну, безусловно, это так, но это не потому, что Богу не хватало общения, да? Он пребывал, помнишь, мы говорили, в любви с Троицей, да? И именно в перезабилии любви Он сотворил остальных, чтобы они пребывали в такой же любви. Но не потому, что Он нуждался в общении с кем-то, не хватало его с кем-то, понимаешь, да? Вот это очень важно. Всегда помните, Бог самодостаточный, Он ни в чем не нуждается. Но из любви к нам теперь Он нуждается в двух вещах. Что Богу и хочет? Спасение. Всем спастись и в разум и насти не прийти. А что Он просит у нас? Покаяние. Ну, покаяние – это необходимые условия. Он что, прям напрямую просит? Сыне, даже мне? Сердце. Он все. Вот единственное, Он хочет, чтобы мы спаслись, и просит у нас только сердце наше. Все. Но и то, Он хочет этого и просит этого просто дать за нашего спасения, ты правильно говоришь. Не потому, что Он без этого никакой-то не самодостаточный. Всегда помните, как аксиома Бог абсолютно совершенен, Он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в помощниках, не нуждается в собеседниках. Но это любовь, ты изливаешься. Ну, я просто еще не понимаю, насколько мы счастливы, и мы правду не понимаем. Мы бессмертные личности, наши богоподорья, я не знаю, за что она такая. Ну, это счастье, это реально счастье. Не понимаете вы ничего. Я, наверное, коряво рассказываю этого. Мы не понимаем, мы боги в будущем, если мы спасем боги. Так, ладно, это мы уже перескакиваем. В жизнь будущего века, это да. Думаю, что Бог, Он создал человека, чтобы разделить с Ним радость бытия, которая была. Вот Он понимал, что это радостно существовать. Потом Он создал мир, Он увидел, что Он прекрасный, там пишется, и увидел, что все это хорошо есть. И Он создал человека, чтобы разделить с Ним эту радость бытия. Что ты хотел сказать? Ну, Богу Слово, Иисус Христу, потом, в будущем. Хотелось, чтобы не только Он любил Бога Отца, и чтобы были еще кто-то, кто мог любить и радоваться вместе с Богом Отцом. Осознанной личности. И поэтому, вот, а Бог, Отец это уже знал. И они, был такой, ну, условный совет, и создали вот уже весь мир. И Богу понравился мир хороший. И Он создал человека разумного, чтобы он любил Бога и был в общении с Ним напрямую. Мне вообще очень нравится, что вы начинаете осторожничать в отношении совет, привечный Бог. Мне это очень нравится, потому что это очень важно. Всегда, рассуждая о Боге, помнить, что мы всего лишь как-то приближаемся образы о несказанном, да, говорить о несказанном. Да, да, теперь скажите, чем отличается человек по своей вот природе, каким Бог создал человека, чем он отличается от ангелов и от животных? Человек от всех других созданий отличается тем, что у него есть свобода выбора, у него есть воля выбирать между добром и злом. У ангелов это было тоже. Может, человек, потому что он чувствует любовь, у него радость. Может, ангелы не настолько приспособлены к этому, то есть все ощущать, вот эту радость, счастье, тепло. У вас собачки есть на этой истории? Ну, когда вы их кормите, они не виляют хвостом, не прыгают, не радуются. Ну, благодать вот эту, которую мы ощущаем, а животные же не могут, а растения, которые... А ангелы могут. Кстати, животные тоже могут, но они просто не имеют бессмертной личности. Но вот вы же знаете историю про Герасима Иорданского, его льва. Лев же чувствовал эту связь, он тянулся к нему. Они все, кстати, ждут, животные все ждут, когда мы такими станем. Человеку была дана власть над другими творениями божьими, над животными, над... Умничка, это сейчас мы затворим отдельно, но почему? Давайте так, чтобы на этой теме сейчас мы прям не возвращались. Бог создал Адама, чтобы он был в трех, если можно сказать, ипостасях над природой. Кем? Вы одно назвали, чтобы он царствовал над природой. Адам создан как царь природы. Еще два, две ипостася. Он создал человека первозданного для общения напрямую с самим собой. И поэтому Адам должен быть по отношению к природе кто? Царем, вы сказали, еще? Посредником. Кто возвещает волю Божью? Вестником. Архангел? Не-не-не, люди, апостолы это послание. Предвозвестник. А кто возвещает? Пророки, да. Итак, начинаем, еще раз. Царем, пророком и... И третий, кто? По отношению к природе. Пастырем. Он... Так, 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 так. Почти? Пастырем. Пастырем. Пастырем не пастухом же просто. Кого мы пастырем называем? Священником. Священником. Итак, Адам создан царем, он должен царствовать над природой и управлять всем. Он создан пророком, Бог природе сообщал бы через него всю свою волю. И он создан священником, потому что он не просит царствовать и возвещает волю, он еще освещает природу. По задумке Божьей, мы сейчас до греха поделим рассматриваем, он должен был быть священником природы. И царем, и пророком. Запомнили это? Все, теперь возвращаемся. Какое у человека преимущество перед Аггилом тем, что он имеет плоть? Вот нам сейчас казалось бы, в нашем вот таком состоянии, одни только это, проблема с этой плотью. То, что он может напрямую общаться с природой, потому что человек, он имеет плоть, он материальный, то есть и природа, она материальна. Мне кажется, что человек это как-то связующая нить между Богом и природой, всеми тварями, а ангелы только с Богом. И то есть мы выше ангелов. Умничка, но почему? Почему связующая нить? Ну потому что. Отлично. Потому что в человеке душа, плоть и дух, так? Так. А в ангелах дух, они то есть, они не имеют плоти, а человек по всем пунктам очень крутой, и очень классный. Ну ты почти ответил, но то есть что, то, что он является... Он имеет две ипостаси, то есть божественную и плотскую, земную. То есть он... Ну, божественную ипостаси, конечно, сильно сказано, но... Ну то есть он имеет и духовную... Природу. Да, и духовную природу. И материальную. И материальную. Он в себе, в своей природе, связывает духовный мир и материальный. Ангелы, они относятся к духовному миру. Животные относятся только к материальному миру. И только человек в себе сочетает. Он является связующим звеном. Именно потому что в нем сочетается. Максим Исповедник говорил вообще, что... Все в нас есть. У нас есть минералы, у нас есть растительность, у нас есть животный мир, у нас есть духовный мир. У нас все есть. Мы такими задуманы. Мы поэтому венец творения. И в этом смысле мы, конечно, превосходим по задумке до грехопадения ангелов. И должны были дальше бы быть, если бы такобы. Но мы не будем о грустном сегодня. Говорим дальше. Царь, пророк и священник. Ну, вы все знаете про эту историю про Еву. Там он сотворил из ребра, да? Кстати, а зачем он сотворил из ребра? Почему он не взял, не создал из земли второго человека Еву? Чтобы она была подобна Адаму, и чтобы она была привязана к нему так же, как и человек с землей был связан. То есть человек был связан с землей, он был ее наместником, а женщина, она помогает ему, она охраняет его. То есть она, она часть его. То есть и будет два одной плотью. Человек и его ребра, это все одна плоть. И поэтому Ева, она, вот с Адамом, она одной плотью является. Это тоже часть звена, потому что Господь же сотворил из земли Адама, а Еву, он же тоже должен был как-то связать человечество с собой вместе. И это можно было только через Адама сделать. И ты молодец, и ты умница. Давайте все-таки это расформулируем. И поэтому Бог сделал так, чтобы у человечества был один. Чтобы у человека был один творец, одно начало, одно исходящее. Умница, одно начало, один корень, чтобы у человека был один корень. И более того, до отделения Евы от мужчины, речь идет об Адаме, о человеке. Как только он отделяет Еву, появляются мужчины и женщины. Ну правильно, полы. Имейте в виду, что слово «ребро» по-еврейски двойное значение, второе – часть. Часть. И поэтому, когда говорится, что он сотворил из ребра, имеется в виду, может быть, и не прямо вот «ребро-ребро», а и часть, какую-то часть Адама. И помните, мы с вами говорили, что слово «жена», как мы этимологию можем обнаружить? «От жене от меня», «жени из него», то есть «отдели», да? «Жена» – это часть. А как вы думаете, почему он изначально сначала Адама сделал, потом приводит к нему животных, Адам нарекает им это? И почему дальше Господь смотрит на него и говорит, «нехорошо быть человеку одному». Ну, то есть, если животные и их подвое каждого, то почему бы и человеку тоже? Чисто психологически вы угадали точно. Адам же венец творения, он уже самое совершенное существо, и поэтому Бог подумал, «нехорошо бы человеку одному усыпил, отделил ребро, уж не знаю, ребро или какую-то часть Адама, что это, и создал Еву». И что происходит, когда Адам ее видит и говорит, «вот плоть от плоти моей косят костей моих». Что это такое? Какое вы эмоции это могли передать? Восторг. Восторг. И изучение, и интерес, вот, интерес, восторг, интерес. Ну, вдруг она появилась. У Адама восторг, интерес в этом возгласе. Она, ну, как бы, по идее, она от него создана, а человек первозданный был, ну, наверное, совершенен достаточно, чтобы напрямую общаться и с Богом. И, как бы, она такое же звено в цепи между Богом и землей, как и Адам. Сейчас остановись, ты сейчас сказал совершение. Давайте сейчас вот, это прямо пусть у нас повисит, мы сейчас к этому вернемся. Скажите, еще раз, змея вообще близко нет, все, все хорошо, все хорошо, все. Ну, вы можете себе представить, что все хорошо? Хорошо. И сотворен Адам, первозданный, неповрежденный человек. Насколько он совершенный? Он не совершенный, потому что если бы он был совершенным, он бы не смог тогда согрешить. Это ты хорошо сказала. А тогда какой он? Он разумный человек, он понимает, как обращаться с природой, но он не всемогущ, и он не вездесущ, как Бог. Ну, нет, но никто же не преработает с Богом. Смотрите, еще раз вспомню, что он создан царем, пророком и священником по отношению к миру, он должен функционировать. И вот он животным нарекал имена, это, кстати, дар у него, дар. Он видел суть их и нарекал имена. И потом вот он сгрустнул, видимо, Бог сказал, что нехорошо, и создал ему Еву. Как вы думаете, что немножко, как бы это корректно сказать, учитывая, что еще мы про бес, про сатану не говорим, что немножко произошло не так, может быть, я сейчас дерзаю, конечно, об этом говорить, но это не то, чтобы сбой, что приостановилось немножко, когда вот Ева появилась? Ну, может быть, нарушилась вот эта вот интимность единения Бога и человека, первого Адама, то есть только их связь, не знаю. Да, 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 ты правильно, правильно говоришь, да. Просто кто бы еще дополнил? Как бы можно сказать, что женщина могла, ну, заменить для Адама, Ева могла заменить для Адама Бога, потому что они могли общаться между собой только, но не с Богом. Ну, она не могла заменить Бога как Бога, но, конечно, часть внимания от Бога отошла и приостановилась, можно сказать, его такая миссия царя, пророка и священника, потому что он, у него появилась Ева. Это не было падением, это было запланировано. Некоторые святые считают, что отсюда, на самом деле, произошло произрастание того, что потом произошло грехопадение, что они должны были все-таки от Бога не отрываться. А тут вот немножко то, что это это, дало возможность змею уже заговорить с Евой. Да. То есть Ева – Сазана, чтобы разделить земную жизнь с Адамом? Да, чтобы быть ему помощницей. А вот о цели мы сейчас, о цели Бога, к чему-то должно было прийти, мы отдельно поговорим сейчас. Так как Бог, можно сказать, оторвал часть от человека. Не оторвал, не оттуда, отделил. Да, отделил и создал мужчину и женщину. То есть они стали как бы без друг друга неполноценные? В некотором смысле. То есть можно сказать, ищая, что чтобы человек стал полноценным, он должен свою половину найти, да? Но мы сейчас переходим уже к цели, мы сейчас к этому подойдем, я не хотел раньше времени, да? Да. Итак, мы с вами определились, что да, Ева была дана Адаму как помощница, утешение. И они должны были возрастать во взаимной любви. Что должно было бы дальше происходить? По замыслу Божию, если бы не было грехопадения, а его нет сейчас. Но через эту любовь они бы познавали Бога ближе, как бы. Это была бы еще более любовь между ними, между ними и Богом. Всеобщая, всеобъемлющая любовь. Потом, вы же сказали, что он им благословил плодиться, да? То есть, ну, может быть, было бы продолжение их любви в чем-то другом? В чем, например? Мне даже само интересно. Как в диетях, ну, не знаю. Какое бы проявление было их любви в чем-то другом? Ну, смотрите, он сказал, плодите размножайтесь, насаждайте землю. Ну, это одна из заповедей. А изначально он сказал заповедь о возделывании рая. Помните? Это первая его задача была еще до его. И эта задача не отменилась. А что имеет цвету под возделыванием рая? Это я вас хочу спросить. Это очень интересный вопрос. Это, ребята, очень интересный вопрос. Возделывать это не в буквальном смысле, как мы понимаем, взять саху и возделывать. Это очевидно, да? А не очевидно, почему? Как, ну, он своей молитвой должен был как-то преображать рая. То есть, может быть, виды, они бы развивались, приобретали там разнообразие какое-то более... Да. Еще окинье. Что-то такое. Именно своей любовью, можно сказать, улучшать творение Божие. То есть, чтобы рай становился все более красивее, более, ну, в полной, как бы, в смысле. То есть, практически, чтобы человек становился творцом. Именно над этим раем. Творцом? Ну, он же ничего творит, но не творит человека там нового. Кроме, кроме как детей рождают, он же нового в районе ничего не творит. Может быть, тогда Господь мог бы открывать им что-то, какие-то тайны. Мы же не знаем, что было до ангелов, до рая. Может быть, Господь мог бы поделиться с этим, с людьми. Они могли бы понять его еще больше. Ну, как творца понять, ну, как он на это все делает. Хорошо, а как возделать рай-то? Что он должен был делать? Вот я не могу ответить, в каком плане возделывать рай, но... Нет, ты можешь смело предположить, как Аня предположила. Я хочу предположить насчет... Ведь мы не знаем, в какой момент были падшие ангелы, но стали падшими. Нет, мы знаем точно, что они пали до искушения Адама, естественно. То есть, он уже искушал в падшем состоянии. Да. Кто-то из святых, по-моему, Игнатий Бринчанинов считает, что когда он пошел на грехопадение людей, сатана, что в этот момент он стал неизменяемым во зле. И, следовательно, ну, дьяволы, они сотканы из зла. Вот. Они сотканы из зла только не в том смысле, что Бог их соткал такими, а они стали такими. А человек в первозданном виде был, ну, добро, он подобен, он образу Бога, ну, как материя. И, так скажем, ему, Богу не нравилось то, что как бы есть зло, и когда было добро, и чем больше добра, тем оно и лучше. То есть, ты имеешь в виду, что в этом есть возделание рая? Ну, да, типа, чтобы добра стало. Хотя ты сейчас нас вернул, вот, помните, я сказал, повесим, это сейчас пока вопрос, ты сейчас нас вернул. Мы на Еву-то переключились, после чего? А совершенный был Адам или несовершенный, помните? И мы на Еву переключились. Ваня нас вернул к этому моменту, спасибо, опять же, тебе. Вот в этом я вижу тоже действие Божие, на самом деле, уже несколько раз так меня Господь через вас возвращает. Адамы сказали, что он был сотворен несовершенно в том смысле, что он способен был грехопадению к смерти, но он был в то же время сотворен совершенным в том смысле, что это была стартовая позиция совершенства. Ну, и, так скажем, нет предела совершенства. Да, то есть он был сотворен чистым, неповрежденным и, в принципе, совершенным в том смысле, что это начало совершенства. То есть он не был совершенным в том смысле, что уже самодостаточным, таким неуязвимым и крутым. Нет. Он как раз был сотворён по образу, подобие ему надо было достигать, как мы уже сказали, через совершенствование, через возделывание рая. В чём возделывание рая? Он должен был совершенствовать себя и совершенствовать рай. Бог создал рай в совершенстве, но не, как бы можно сказать, на первой ступени. Он должен был развивать этого совершенства. Как? Во-первых, он освящает священник, и он должен был, условно, тех же животных. Я не представляю даже, каким образом, но условно привести, чтобы они могли так же общаться с Богом, как и он, чтобы всё вокруг было в Боге, и Бог был во всём, так скажем. Интересно. Достаточно пока достаточно. Маша? Может, возделывать рай? То есть рай – это идеальное место на земле, но есть ещё и другая земля. То есть всё остальное, что за райом. И, может быть, платите, сорвнажайтесь, и населяйте эту землю, и возделайте рай во всех этих местах, чтобы в каждом месте земли было так же хорошо, как и в раю. И, может быть, это? Да, но как? Садовниками будет? Сажать деревья по всей земле? Нет, ты правильно сказал. То есть они должны были размножаться, чтобы населять всю сначала землю. Сначала землю. Вы сейчас поймёте, почему сначала только землю. Давай. Богу было интересно, как Адам будет воздействовать на природу. То есть, например… То есть Бог такой… Ну-ка, давай. Адам как бы давал какие-то… Вот птичка была, например, серенькая, а Адам своими дополнениями он её раскрашивал, давал ей имя, пускал её в определённый ход. Ну, как бы этим… То есть Адам был художником? Да. Он направлял птиц, зверей, он как бы с ними занимался, ну, как бы… Он общался с этим миром и этим как бы продвигал вперёд этих животных. Кто из вас был в иконовом зале Третьяковской галереи? Мы все были. Все были. Отлично. Но вот представьте себе, ведь Бог сказал Адаму возделать рай, который создал Бог, насадил. Это всё равно, что вас привезти в Третьяковскую галерею и сказать, ну-ка, усовершенствуйте икону, которую Рублёв писал, там, Дионисий. Представляете, какая задача стояла? Ещё раз говорю, он его поставил в рай, который сам Бог сотворил. Он говорил, давай, усовершенствуй его. Ну, условно, он мог ему дать… Нет предела совершенства. Он мог дать ему, условно, материю и, типа, ну, и ты так же… Так вот он не материю дал, он сад ему райский дал, готовый. Сад, сад. С животными, со всеми делами. Бог, он совершенен, да? Человек, он, ну, на какой-то ступени ниже, да? А всё остальное, ну, материя, она ещё ниже, чем человек, да? А, как бы, человек не должен стать, ну, подобен, как Бог, творцом, творцом. Ну, и творцом тоже. И он же должен что-то творить. Вы сказали, вот, пришли мы в Теренитиковскую галерею, и нам понравилась икона Троицы. И нам сказали, усовершенствуйте. Мы верим, что она идеальна, но ещё нужно её совершенствовать. И мы понимаем, что она идеальна, и что тут ещё нужно делать? И потом ты понимаешь, что ради Рублёва нужно, так сказать, так усовершенствовать икону Троицы, чтобы ему ещё и понравилось. То есть, как сказать, ну, любовь, ну, через любовь... Молодец, ты полила тяжесть задачи, да, дальше. Через любовь и через хотение угодить как-то, и чтобы была несусветная радость, такой, когда вот во всём мире не было. То есть, чтобы вот, вот смотри, вот ты меня создал, создал этот мир, и я ещё этот мир усовершенствую. И только ради тебя, только ради этого любви к тебе и... Это да, это да. Но как, дорогая моя, как? Ну как? Ты знаешь, я тебе готов слушать, потому что ты так искренне говоришь о таких категориях, просто, правда, тебе усложди не одно слушать. Но единственное, как? Ты всё правильно сказал, но как? Ну, то есть, Адам бы общался с Богом, и от Бога он наполнялся бы полнотой. И от этой полноты он как бы совершенствовал и рай. То есть, через общение с Богом, он бы наполнялся этой Божьей благодатью до своего совершенства. И с этим же он совершенствовал бы и рай. То есть, через общение с Богом, и больше узнавая о Боге, через этот процесс... Вот опять, вот прям очередной, почти полный ответ, но почему это происходило бы? В чём бы смысл разделать рай? Можно я повторю Машу и дополню то, что он с помощью вот этой любви должен был населить землю любви. Полностью, чтобы была вся земля, это рай и любовь везде, в каждых уголках. И возделывать с помощью этой любовью всё. Что возделать? Ну, как бы давать чувство любви не только человек должен был любить, но и каждая тварь Божья должна была почувствовать эту любовь и отдать это Господу. Ну, вот как-то вот почти, 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 почти. Вы почти все правильно ответили. Федя тоже, да. Вот вы сказали, что человек создан как образ Божий, но не как подобие. Мы сказали, что... Подобие – это его задача. Да, задача – стать подобным Богу, то есть совершенствоваться. И так как человек, он связующий звено между материальным миром и Богом. Если человек совершенствуется, да, и духовным миром, Богом. Если человек совершенствуется, то есть становится подобием Божьим, то и мир за счёт этого совершенствуется, потому что они все взаимосвязаны. Здесь нету разделения какого-то разрыва. Вы знаете, я честно вам скажу, я эту мысль для себя не так давно понял. И у меня был дикий вот «всё, садись, Нин». Десятка, в общем. У меня просто восторг такой был. Оказывается, вы, к сожалению, сейчас не расслышали Нину. Давай. Смотрите. Тебя как зовут? Василий. То есть мы связующее звено. Но как, если улучшается одно звено, то улучшаются последующие его звенья. В результате этого мы наполняемся благодатью Божией. И в результате этого наполняется благодатью Божией и рай, и всё остальное. То есть мы возделываем его. Что? Что происходит? Ты всё правильно сказал. То есть мы становимся божественнее, как сказали, обожественнее. И обожественнее – рай. Аллилуйя. Обожение. Помните термин «обожение»? Это когда мы проникаемся Богом и преображаемся, и становимся, уподобляемся Богу. Преподобный отче наш такой-то. Он уподобился. Ему уподобление. Я думаю добавить, что человек становился подобием Божьим. То есть какие-то качества Бога через его общение, Бог бы ему понемногу давал. А природа из-за общения с человеком, так как у человека становилось больше качества Творца, Бога, то и природа бы становилась… Ну, какие-то качества, наверное, из человека бы ему давались, потому что он человек на ступень выше, чем стоит, чем природа. Вот так, наверное, получалось бы именно такой механизм. Круто, да. Круто. Смотрите, давайте резюмеруем. Возделать рай – это действительно через обожение, через Богообщение, через сближение с Ним. Они уже все, они с Евой все поняли, и они начали смотреть в одном направлении, есть такая очень точная поговорка. И они бы уже все, они бы уже оба, как один человек, взаимодействовали с Богом. И дальше началось бы возделание рая действительно не садовничества, не дворнической работы, а именно преображением себя, поскольку мы связующее звено, мы бы преображать, за нами началась бы преображаться вся природа. И даже более того, сейчас Нина наполнена, что даже эта природа, которая неразумная, какие-то наши качества начинала бы приобретать. Это удивительная тайна с Адамом, который не пал бы, да, а начал бы обоживаться все больше и больше, и совершенствоваться, и в нем подобие бы начало развиваться. Личность становится с развитием подобия. Природа за ним начала бы вся подтягиваться. И вот дальше вот он должен был, как царь, пророк и священник, привести эту природу, уже преображенную, к Богу. Собственно, на что вы почти все ответили. Мы подходим к концу. Это самая главная мысль, которую я хотел, чтобы вы запомнили. Помните, у Серафима Саровского, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Ты и ты стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Этот закон в некотором смысле действует у нас на земле. Да, вот почему вокруг святых сразу монастыри, сразу люди. Вот, что должен был бы делать Адам? Уже он съел в одном направлении, и рай начал преображаться. Максим исповедник говорит, Адаму предстояло преодолеть пять препятствий. Какие препятствия он должен был преодолеть? Если вы ответите вдруг, я не знаю, у вас надо готовить канонизацию тогда, если вы сразу вдруг это скажете. Ну, может, сначала он должен был... Вот это вот состояние, когда ему дали Еву... Пройти через это, потом еще что-то. Пройти через это как? То есть преодолеть? Разделение какое? Между полами? А? Между полами. Между полами. Первое преодоление... Разделение между полами. Но это не значит, что они должны были слиться в одно, опять в одно существо, какое-то одно. Это значит, что они должны были вот то, о чем мы говорим. Идти вместе к Богу. Да, уже идти вместе к Богу. Все, преодоление вот этого вот взаимного удивления, интереса, и все, это должно уже пройти, перерасти, не пройти, а перерасти в направлении к Богу. Потому что, на самом деле, мы все без Бога, мы конечные и в красоте, и во всем. Но мы бесконечные, если мы с Богом, потому что Бог украшает все. Первое преодоление – это межполовое, между Адамом и Евой. Второе преодоление. между тобой и землей. У нас же идет разделение, мы должны это звено присоединить к себе, чтобы мы могли... Ну как, я буду вам сейчас помогать, потому что на самом деле это архи сложные, вот так, с бухты-барахты. Но вы удивляете меня, потому что уже на вторую ступень ответить. Преодоление между раем и остальной землей разделения. То есть насаждается, как Маша-то говорил, всю землю, да, и чтобы вся земля была раем. Это второе преодоление. Третье преодоление. Это еще сложнее, но я вам буду сейчас... Третье преодоление – это сделать божественным не только себя, как духовно, но и весь, всех созданий божих. Смотрите, то, что все происходит через его обожение, мы уже это сказали, через его обожение происходит преодоление разделения с Евой. Через их взаимное обожение происходит преодоление разделения рая со всем остальным земным шаром. Третье преодоление. А может быть, он еще должен был преодолеть разделение между духовной, вот этой сущностью, и землей, чтобы, да, чтобы материально и духовно, чтобы их соединить. Это четвертое. Ты прям, ты на одну перескочил. Шельмец ты этакий. Не, правда, он сейчас ответил на четвертое преодоление. Запомним, запомним. Давай. А может быть, преодоление между вот земным шаром, есть же ведь еще и другие планеты, то есть, чтобы все заселить. Молодец. Нет, это третье преодоление. Первое с Евой, второе, рай и весь земной шар. Третье, да, земной шар уже преображенный. Вы имеете в виду, что Адам же растет в этом во всем. Он же становится богом по благодати потихонечку, то, чем мы должны стать после воскресенья. Дальше идет преодоление земного шара и всей вселенной. Это сейчас звучит фантасмагорически, но это так. Всю вселенную преображать. Всю вселенную. Четвертое, нам потрясающе, вот еще один пророк у нас, он точно сказал преодоление разделения вселенной и духовного мира. Ты меня, правда, удивил. И духовного мира преображает с ним, преображается вся природа. Потом вот преображение расширяется, потом вся вселенная. Мы же сочетаем в себе духовный мир. Он в этом преображении входит в духовный мир, понимаете? В мир ангелов. Преодолеть это стать как бы выше ангелов, ну, много раз. А потом преодолеть вот это расстояние между им и Богом. То есть стать как бы настоящим сыном Бога. То есть стать единым плотью с Богом. Ну, не плотью, а материей. Ну, не материей, но войти в облагать в полноте. Почти в освятителях Василий, тоже запомните, пишите. Это пятое преодоление. Смотрите, он в своем развитии, за ним все преображается, вся вселенная, он входит в духовный мир. И ангелы светлые его, конечно, они и так его знали, и наблюдали за ним, и почитали его, и переживали, чтобы он дорос до них, и потом перерос. Потому что мы помним, мы задуманы круче их изначально. Мы сейчас с ними вообще не годимся никуда, ни в какие левые мизинцы. Но Богородица, честнейшая Херувьем, и славнейшая Серафим, Серафим, который первый перед Богом, она такая. В ней это реализовалось. И мы в итоге, конечно, к этому призваны. И Адам должен был потихонечку войти в этот ангельский мир, и за ним весь мир подтягиваться. Вот такая мысль. Почему я очень люблю, очень люблю. У меня два любимых богослова из древности. Это Иоанн Дамаскин, потому что он потрясающий систематизатор всего знания православия. У него книга так и называется «Точное изложение православной веры». А на другой чаше, вот они прямо уравновешивают друг друга. Это Максим Исповедник, потому что в отличие от Иоанна Дамаскина, моего любимого, у него творческое богослово. Вот он дерзал на такие размышления, и большинство его утверждений они потом подтверждали социально. Но некрасиво разве дети преодоления? А? Сюжет? Вот поэтому Максим Исповедник потрясающий богослов творческий, запомните. Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник, два уравновешивающих друг друга. Ну что, немножко приземлимся. Все это было бы так, если бы не произошло. Как все опошилось сразу, да? Можно? Давай. А когда к Богу приблизились, то есть должно было произойти полное растворение с Богом? Нет, 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 мы не буддисты уже, нет. Мы даже когда будем уже достигать полного богообщения, мы никогда не растворимся в нем личностью. Мы будем оставаться личностью. Наши личности бессмертны, запомните. Мы пребываем в полном единении с Богом, в полном блаженстве. Полное божество будет, когда мы будем в телах воскресном. Когда мы в душах туда пойдем, в рай, это еще преддверие блаженства. Человек получает великое утешение и благо от того, что в нем его любовь к Богу все возрастает. Там времени нет, поэтому в бесконечности его все эти вот добродетели возрастают до бесконечности, и он пребывает в блаженстве в Божьем. Но в полноте он войдет в богообщение, когда в теле будет. Потому что тело – это часть нашей личности, это не темница. Мы в этом с католиками отличаемся, это надо иметь в виду. Я тебе ответил? Да, мы не растворяемся, и никогда не растворимся, мы навсегда. Мы навсегда, мы обречены. На секундочку теперь, на минус переключитесь. Душа, попадая в рай, там времени нет, умножаются все их добродетели. Грешники, попадая туда, у них там времени тоже нет, у них до бесконечности умножаются их страсти. Допустим, я алкаш, не дай бог, попадая в ад, если я не преодолел на земле, у меня эта страсть к алкоголю, она увеличивается до бесконечности, а реализовать ее я не могу. Жесть. Я чревоугодник, попадая туда, у меня эта страсть, чувство голода и все до бесконечности, а реализовать ее я не могу. Представляете, ужас какой. Давайте на земле попробуем все это преодолеть. Ладно, в общем, я рад, что нам удалось воспарить таким этим и шмякнуться в итоге в реальность, потому что иначе мы попали с вами в прелесть. Я вас благодарю за эту передачу сегодняшнюю. Мне кажется, в общем, живенько получилось. Дальше, может, перейдем к невеселой теме, но очень важной, грехпадению и прочее. Нет, мы сначала еще… Ну, ладно, увидите, что дальше будет. В общем, надеюсь, что будет интересно. Спасибо вам. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Нет, это задача всей жизни, да, избавиться от страстей, от своих грехов пагубных. Вот привычек, в которые эти грехи превращаются со временем. Когда ты на автомате, ты не успеваешь уже, ты эти все стадии проходишь. Прилог, сложение, ты пролетаешь эти стадии, потому что в гневе, например, да, тебя кто-то задел плечом, и все. И ты забыл про утреннее чтение молитв или Евангелия. У тебя сразу краснет лицо, может так быть. И ты, ну, как бы, вот в этом состоянии находишься резко. Поэтому, конечно, это задача всей жизни. И многие святые, там, десятками лет молились, чтобы Господь их избыл от гнева, от осуждения, от блуда и все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok